Добрый день! Добрый день! Догадайтесь ли вы, как мы угадываем, сырное настроение? Глубаем! Неплакой, понятно, не совсем. Должен, неплакой, наверное. Все верно, по цвету, по одежде, либо аксессуарах. Поэтому те, кто там сегодня приходит с желтыми тонами или элементами, получат на шоколадку, цвета, зеленые сырные девочки. Мы с вами готовы начинать! Передаю вас в надежной руке сырного сомелья. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей, и сегодня я буду вашим проводником «Мир отечественного срадея». Прошу вас, храните ваши билеты и следуйте за мной в зал. Ну, можно начинать. Друзья, кто-то скажет, что сыр – это просто продукт. Ну, кто-то уточнит, что это вкусный продукт. Ну, а я скажу, что сыр – это не только вкусный, но еще и очень полезный продукт. Всего в 40 граммах твердого сыра, который он может съесть за завтраком, скажем, в бутерброде, будет содержаться около дневной дозы, наша дневная доза фосфора и кальция. Фосфор будет полезен для нашей судьбы. Канал вернулся из своего путешествия. Рассказал о своем рецепте друзьям. Те попробовали, им понравилось. Рассказали друзьям друзей. Итак, сыр начал захватывать сначала весь Ближний Восток, а после, по великому шелковому пути, добрался до Европы. Но оттуда захватил уже весь остаток. Дело в том, что в Петербургской Руси сыр был, но сыра не было. Как так? Все дело в терминологии. Совершенно другой продукт раньше назывался сыром. Как думаете, какой? Творок. Правильно, творок. Именно творок, конечно же. Именно поэтому сырник называется сырником, а не творожником. Хотя делается вполне себе из творога. Но Петр Великий решил изменить это. Побывав в Голландии, попробовав там голландские твердые сыры, Петр решает, что они должны производиться уже у нас, на территории России, страны, на территории России. И из Великого посольства он привозит с собой из Европы профессиональных голландских сыроваров. Они расселяются по всей стране, начинают варить сыр. И сыр ложится на стол к императору. Даже некоторые наши мужики учатся этому ремеслу. Но как только европейцы, у них заканчивается контракт, они уезжают обратно к себе домой, и русский сыр тоже заканчивается. Неужели наши русские люди не сумели совладать с этой технологией? А все оказалось куда интереснее. Оказывается, европейцы удаивали от нас небольшие, но очень важные детали при производстве сыра. И поэтому все не получалось. Но один из наших помещенников решил перехитрить европейцев. Пригласил он к себе одного француза. Тот был должен научить наших варить сыр-бри. Ну, француз, конечно, заломил деньгу. Попросил аж пять тысяч рублей ассигнациями. Если пересчитывать на сегодняшние деньги, то это один миллион сто двадцать пять тысяч рублей. Серьезная сумма. Ну, ударили по рукам, приехал тот француз, сварил свой сыр. Вроде как, наших научил тот самый сыр варить. Уехал, сыр снова не получается. Помнил наш помещик, что делал-то тут не без хитрости. Пригласил этого француза к себе еще раз. Пообещал ему в плату в два раза больше от предыдущей суммы. И потом, сам тем временем, подговорил одного своего дворового мальчишку, Мишутку Лебедева, чтобы тот пробрался в мастерскую к французу и таки вызнал, что он такое делает с молоком, что сыр-то у него получается на загляденье. Ну, Мишутка пролез в эту самую мастерскую. Уселся там за небольшую перегородку и начал смотреть. И таки высмотрел. Оказывается, что француз заквашивал молоко не по старой русской технологии, с помощью хлебных пор, а с помощью так называемой лабы. Лабы – это особо заготовленные желудки телят и лягнят. Дело в том, что у них на стенках остается сычужный фермент. Для получения всего одного килограмма сливочного масла сюда нужно было залить 12 литров сливок и крутить аппарат на протяжении около 5-4, ну, где-то 4-5 часов. Масло взбивалось, оказывалось на стенках, снимали крышку потом и вычерпали его. А снизу оставалась так называемая пахта, это уже обезжиренная. Ну, посреди белого кутута пробочка есть, пробочка откручивалась и пахта сливалась. Кстати, сегодня пахта тоже до сих пор используется, например, в создании альбуминового творога. И на современных производствах можно увидеть что-то подобное, ну, на несколько технологическом другом уровне, но, тем не менее, все то же самое. Стол, форма из любого материала, которого только возможно. В ней специально делались вот такие вот прорези. Зачем нужны были эти прорези? Для того, чтобы сыворотка могла свободно выходить из сырной головы. Также само сырное тесто укладывали вот в такие вот холщовые мешки. Для чего это делалось? Во-первых, для того, чтобы сыворотка также могла свободно выходить из формы. Ну, а во-вторых, чтобы сыр не припал в сирном форме. Как, думаете, называется порода? Костромская. Конечно, Костромская. Мы на Костромской земле. Какая еще может быть порода? Костромская порода, порода рекордсмен. Жила-была такая корова-послушница. Как раз этой породы. Так вот, она за день установила мировой рекорд по надою. 60 литров. Ну, обычная корова за день дает 20-30 литров. А это аж 60. Но, к сожалению, наша красавица не сумела удержать пальму терминского. Появилась корова-бразильская порода. Так вот, она дала 127. Вопрос первый. Как вы думаете, что нужно сделать для начала, чтобы корова разрешила вам себя подоить? Нажимай камни. Нет, нет, я тягиваю, просто сжимай. Просто риск, сжимай кулыки. Вот, 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 молодец. Вот, молодчина. Кстати говоря, вот неплохой звук, друзья. Дойку хорошую можно определить по звуку. Если струя сгонка бьется о стенке или об нищеподойника, значит, хозяин или хозяйка все делает правильно. Вот хорошо, вот это хорошо. Ну, все. Ну, вот так вот кадры, в принципе, отбираем на макубном молокозаволе. Раньше все хранили вот в таких вот деревянных бочках. Сырные головы закладывали сюда, а сверху все заливалось сливочным маслом. И сливочное масло обволакивало сыр, закуповывало поры на сырных головах и не позволяло сыр усохнуть и портиться. Ну, а сейчас я вам покажу, как происходил процесс катания. Подходите ближе, на фотографии это все отчет говорится. А, это как люльку подвешивали. Да, 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 конечно. Вот как люльку подвешивали и ногой вперед-назад начинали раскачивать бочку. Сырные головы катались внутри бочки, обволакивались к масле и продали себе тем самым срок хранения. Давайте сначала будем не ответить на один простой вопрос. Кто у нас больше всех обычно любит сыр? Ну, еще. Конечно же мы же. Да, мы от птических надписях. Но такие весы до сих пор даже имеют свою актуальность. Некоторые фармацевты до сих пор используют для составления своих пилюль. Или же вот, например, безмены существуют со времен Римской империи. А вот весы 18 века. Очень ценились тогда точные приборы, поэтому и украшали их соответственно. Вот, например, вот таким красивым литьем. Назывались такие весы-уточки из-за характерной формы чашек. Ну, а самым интересным... Подойдите ближе. Я считаю вот этот безмены. Обратите внимание вот на эти точечки. Они тут неконструктивно внесены изначально. Да, дело в том, что купцы сами ставили себе точки. Ну, вот риски, по которым они определяли вес. Не просто так. Конечно же, купцы хотели, чтобы товары у них забирали поменьше. На денег отдавали побольше. Да и, конечно же, друзья, легенда советской торговли. Эти весы можно было раньше встретить на любом абсолютно, на любом рынке. Конечно, на любом рынке можно было встретить, в любом продуктовом магазине. Но, к сожалению, в большинстве своем их уже вытеснили электронные весы. Поэтому последние вот такие весы нашли, например, у нас в музее. Ну, хорошо, купили бы у нас сыр, да? Наш уже будет его порезать. Осторожно. Чем будем резать? А вот такой вот батареи самых разных весов, самых разных ножей. Например, вот такой нож. Нужен, чтобы распиливать вот такие здоровенные сырные головы. Ну, а здесь эволюция сырного ножа. Это ножи 18-19 века, ну, а это уже современные аналоги. Так как сырные головы увеличились, поэтому увеличилась и длина ножа. Пришлось отказаться от сильной привязны. Оставить ее только на кончике для удобства реза. Пришлось добавить еще вот такие вот воздушные карманы. Сделано это было для того, чтобы мягкие сыры не повреждались при резке. Дело в том, что если мягкий сыр нарезать вот таким вот, можно сказать, вот таким, ну, обычным ножом, то он сомнется и раскрошится. Ну, а мы же не хотим получить сырное крошло. Мы хотим получить хороший вкусный ломтик. И вот нарезцы, например, придумали свой сырный рубанок. Очень этим гордятся. Ну, я бы тоже гордился, если бы моей страны было всего два изобретения. Светка, сырный рубанок. Да. Есть вот такой вот. Ну, и конечно. Ну, что, друзья. Начинаем, отправляемся в наше гастрономическое путешествие по нашей сырной тарелочке. Я все буду показывать на своей вот этой тарелочке. Обращайте внимание сюда. Начинаем мы с сырка, который находится у нас вот на этой дырочке. Вот здесь. Вот здесь маленький такой белый кусочек, друзья. Накалывайте его лучше на шпажки. А где шпажки? А вот, зубочистка. Есть она справа. Откусите маленький кусочек, друзья. Ну, для начала я рекомендую вам сначала почувствовать его аромат. Но если откусили, то прокатайте вот эту разжеванную кашицу, которую вы разжевали, прокатайте ее по верхнему йогуниву языком. Это позволит вам значительно лучше почувствовать вкус. Чувствуется такой легкий привкус молочный. Но, тем не менее, сыр как будто бы не имеет особого сильного вкуса. Такой нежный, легкий вкус молока. Это, друзья, моцарелла. Болу твердый итальянский сыр. Вытяжной сыр рассольный. Изготавливается он из... Изготавливается он придуман в Италии. Делается он из молока черных буйволиц. Но у нас в России делают его как раз на Абраксинской сыроварне. Та самая гражданская семья, про которую я вам рассказывал. И делают она ее вполне успешно. Вот получается вот такая вот интересная штучка. И делают из молока обыкновенных коров. Согласитесь, не хуже. Друзья, рекомендую вам этот мягкий сыр попробовать с орешками миндаля. Вообще, в целом, существует правило. Чем мягче сыр, тем тверже к нему запуска. Поэтому к таким мягким сырам как раз и подходят всякие разные ореньки. Можете поэкспериментировать, попробовать с половинкой грецкого оренка, который также находится у вас на тарелке. Конечно же, дорогие друзья, не забываем обновлять наши вкусовые рецепторы. Отпейте немножко из вашего порхала. Дорогие гости, не увлекайтесь вином. Задача растянуть его на все пять кусочков. Добавки не будет. А у меня будет. Да, будет. Это алигатэплёвская. Да, вот сухой. Так, ну что, друзья, продолжим. Следующий сырок находится у нас по центру доски. Накалывайте его так же для начала. Ждите его аромат. Пахнет топленым молоком. Пахнет, скажем, сливками. Вот что-то такое молочно-сливочное, да? Да. Откусили кусочек и чувствуете, что он немножко поскрепывает на зубах? Да. Дело в том, что этот сыр не потому, что он резиновый, а потому, что он изготовлен по специальной голландской технологии. Дело в том, что голландцы, когда заквашивают молоко, то добавляет туда специально немного кипятка. Поэтому молоко подсвораживается быстрее и появляется вот такой характерный, скрипучий вот этот эффект. Ну, а как думаете, как называется сыр? Мимо? Какой-то по-шифонски. Костромской. Конечно же, костромской. Костромской сыр. Кстати говоря, делается как раз по технологии бландового. Я про него вам рассказывал на герметаже. Вот, друзья, рекомендую вам попробовать его с течением, с крекером, который находится у вас. Это универсальный сыр. Хорош и на бутерброды, хорош и в салаты. Ну, кстати говоря, не рекомендуют промажоры, это сырный эксперт, они не рекомендуют есть его с хлебом. Вообще, в целом, сыр есть с хлебом. Но какая нам разница, если нам вкусно, обновляйте ваше сырное. Куда же вкусовые рецепты, друзья? А с чем есть просто? С крекером? Да, вот, с цепкой, да. С крекером, с цепкой. Следующий сыр находится у нас вот здесь. Нет, нет, вот. Накалывайте на шпажку. Чувствуете, что он больше, более тугой такой, его сложно прокалывать. Сыр выдержанный. Откусите кусочек. Разжуйте и как раз вот сделайте ту фишку, про которую я рассказывал. Раскатайте, расширь по нему. Почувствуете, такие купинки. Это кальций. Из-за того, что в этом сыре очень много кальция. Потому что сыр выдержанный. Данный сорт сыра выдерживают от 6 месяцев до 1,5 лет. Сыр называется Ле-Буйер. Почему такое странное название? Все дело в том, что у сыроваров есть традиция. В каком городе сыр придуман по имени такого города и называют сыр. Ну и, конечно, был в Швейцарии город Грюер. Сыр с самого начала назывался Ле-Грюер. Ну а технологию этого сыра мы выкупили. И теперь его производим у нас на нашем Буйском заводе. Ну и наши маркетологи, конечно, поигрались с названием. И поэтому сыр стал Ле-Грюером. И, кстати говоря, рекомендую вам попробовать с кусочками пастилы, которые находятся у вас здесь снизу. Такие два маленьких белых кубика, да? Согласитесь, что никакой десерт не нужен, если вот такие вот самые сочетания находятся на столе. Вообще сочетание соленого и сладкого считается одним из идеальных сочетаний. Совершенно это другое дело, да? Ну да. Обновляйте ваши вкусовые рецепты, друзья. Ваше здоровье. А мы, дорогие друзья, поднимаемся все выше и выше по нашей сырной орехе. Следующий сыр находится у нас вот здесь. Под орешком. Вот. Уже кто-то мучает запах орехов. Да, друзья? Запах орехов. Друзья, помните, я вам рассказывал про балаковское масло и технологию его производства? Что при правильной пастеризации молока, именно так начинает оно пахнуть орехами. И данный сыр, ну, кто-то говорит, что паженком, но тем не менее, это все-таки запах грецкого ореха. Так вот, именно что сыр изготавливался именно по этой технологии. Поэтому он имеет такой характерный запах. Ну, а называется он Корольков. Почему он называется по фамилии? А все дело в том, что он назван в честь одного известного русского сыровара. Был такой Андрей Корольков. История у него была очень интересная. Первая мировая война в самом разгаре, 1914 год. Корольков попадает в плен к австрийцам. Австрийцы отправляют его на работы. Отправляют его на работы на сыроварню, где тот и занимается, собственно, производством сыра. Он работает на сырном заводе, осваивает там производство. Война закончилась, он возвращается из плена к себе домой, на родину. Переживает там революцию. И даже переживает 1937 год. Его в 1937 году арестовывают по ложному доносцу. Но через две недели его отпускают обратно. Потому что настолько был уникальный специалист, что производства без него сырные просто вставали. Вот такой был специалист. Ну и, конечно же, даже после того, как он был арестован, реабилитирован, он все равно, ему разрешалось ему поставлять сыры на стол к самому Сталину. Вот такое доверие было к человеку. Ну, а Сталин, как грузин, очень хорошо разбирался в сыре. Там же у них всяких сыров много. Ну, друзья, и рекомендую вам усилить вкус этого сыра грецким орешком. Находится он у вас здесь. Это значительно усилит вкус. Ну и, конечно же, друзья, рекомендую вам обновить ваши вкусовые вкусы. Ну вот, дорогие друзья, мы с вами добрались и до самой вершины нашей сырной тарелки. Обратите внимание на то, которое там находится. Согласитесь, кусочек совершенно не похож на те кусочки, которые вы раньше пробовали. Никаких кубиков просто как-то странный треугольник, причем еще и согнутый. Это как раз тот самый Апраксинский сулугуни. Просто выпущен в форме так называемой салфетки. Салфетки очень хороши тем, что универсальны. Их можно использовать в качестве, допустим, в них можно завернуть кусочек лампасы, или же завернуть туда творог с зеленью. Получится неплохая закуска. Поэтому очень хорошо такой срок рассматривать в качестве оформления какого-нибудь праздничного стола. Пробуйте, друзья. Может, попробуем? Солененький. Да, да. Согласитесь, соли ровно столько, сколько нужно, верно? Давай с орешком съесть. Ну что, друзья, вот наше с вами гастрономическое путешествие и подошло к концу. В конце его я хотел бы вам сказать, кушайте много, кушайте вкусно. Ну и, конечно же, как сыр, масло, гадайте, дорогие друзья. Спасибо вам, друзья. Ну и, конечно же, я должен вручить вам вот эти дипломы сырных семей. Ложите их себе в дневники, положите их себе в паспорты, пугайте консультантов в молочных отделах магазинов. Пусть все знают, что в сыре вы разбираетесь. Лапшу вам на луше вешать не надо. Ну что, друзья, приглашаю вас в наши магазины и лапки, а я вручу вам там дипломы. Хорошо. Друзья, не расходитесь, у меня последние дипломы закончились. Так. Конечно. Раз. И два. Спасибо большое. Было очень интересно. Очень рад, что вы понравились. И познавательно. Продолжение следует.